вот сегодня у нас утро 30 июня это мы находимся в лагере стане бывшим вот подъехали вчера вот мы свалили вот эту башню игре барабаш приехал на нтз и свалил на тракторе пришли с утра втроем позавтракали уже седьмом часу вот не старт сейчас иначе отбивает доски он выковащит гвоздики вот она может вот теперь все а толстовата ничего саперные ножницы это мне считай господь дал люди грабили поезда она против нас останавливая старая строительный 62 16 мне приходилось схватку вступать мне две были собаки я учился в уголовном розыске а их там грабили холодильники выбросили ковры масло там то есть богато такое идет и сколько человека тренер на было я один заставил все обратно туда занести некоторых я знал как фамилия все но главное что они дали слово что больше не будут тут я дал слово что я не расскажу утром уже у меня линейная милиция уже была здесь тут видели говорили то то другое вы такое дело сделали кто это делал а я что обязан вам ловить что ли вы свои товары получили получили все я не обязан вам рассказывать и ушли а они скрывали и когда бежали они просто бежали оттуда остались лежать саперные ножницы они скрывали те пломбы там закручены вот моё а потом они где-то машина опрокинулась говорят колокол 1774 года из-за вылили его большие круги вот такие воска принесли это вам потому что вот так получилось и у них правда жизнь пошла по-другому определенно все это наклонилась она башню надо убрать было срочно остальное все остается тем более где лагеря нету а туда лазить некому она уже все гниет вот так видишь как привязано было вокруг можно было по башне ходить вокруг вот теперь она тут держится это выдергал меня он лежит а теперь ломиком вот это вот а на них лежали доски это вокруг вот вот здесь вот доски можно было обходить башни с любой стороны ну и так все остальное вот сейчас еще покажу тут вчера мы не могли ничего сделать потому что инструменты горты вошь не убьешь вот так любую проволоку ляжет ну конечно вот пределах разумного теперь вот это я буду размонтировать а ты большие вот эти столбы и мы их распилим на дрова тут обещали приехать люди сергей занимается кинология собаками им тут удобно где жить с собаками и проще тренировки идет тренировка идет они куда-то тут этой для милиции везде на международные выставки выходят с нами отъездил ураган он был чемпион сибири а потом стал чемпиона россии и вот мы ездили везде и говорили с собаками там особенно трудно с этими в швеции там ну называют странно скандинавии придираются такого цвета я скажу что все получилось наоборот самое трудное самое плохое обслуживание россии не никакой вырвать что-то сделать пакость какую тут страна как будто вся стоит о том что у меня должность а я сделаю тебе пакость у нас здесь был милиционер дружинин геннадий петрович подполковник на пенсии к сыну приехал и он все лечился корешок хрена разводил тремя литрами спирту мед пьяный у меня большие связи я много зла могу вам сделать он много зла может сделать еще черная заноза в мозге инсульты скопыльнулся много зла может сделать а сын пишет светлой памяти отец светлой памяти а я вел занятия во всех отделах милиции то ну и на него там справки на план году у нас он работал сквалы лыжник такой а тут приехали от линии вот эти меняли столбы а где он живет вот здесь так мы его сегодня ночью то утопим в болоте и все скажем сам упал я говорю нет этого делать нельзя надо молиться вот какое дело это все попутно вспоминается вот этот построили башню когда а а зачем это башню никто не будет делать башню то зачем башню надо сделали деревьев то не было и 62 вот она куча навозная начинается вот я стою на земле почти на земле а она вот какая куча а там и навозной куча все стоит-то это строение нельзя назвать даже убрать я прокурор там я судья я много зла могу сделать это все вот отсюда пакать безбожники а сбросит никакой должности то и нету никуда и негодный возглавляет разные бандитские группировки он как в россове надо уграбили полиция полиция останавливать дальнобойщиков убивали и завладевали вот как идет дело почему бога нет я много лет судился пришел к выводу судья должен быть только верующий пусть он будет мусульманин баптист кто угодно чтобы знал что надо за смертью и мать возмездие будет за все неважно православный легко главное что он был верующих это я сто процентов голосов неверующих студии нельзя неверующие там где-то сейчас не мы не могу точно сказать в парагвай или где-то советский хохлов был там из посольства свидетели ваша вероисповедания он горит я ты из что от и а где у вас храм какой храм но ты из так бога нет как бога нет а зачем вы пришли сразу выщеркнули его свидетели не идут безбожник это отросток сатаны рог дьявола на что угодно пойдет вот эти законы написали вот я захватил землю закон вышел через 15 лет как уже построено было закон обратной силы не имеет кроме того у меня документ что мне это дали за документ с печатью с подписями 5 подписи директор совхоза сельсовета депутат туров ничего не понимаешь ничего вот бульдожья хваткой хватается и все безбожники бог будет их выжигать дотла всех этих людей это было уже было во всех режимах во всех странах это я убираю потому что она не нужно отремонтировать невозможно вот корова то расходились а где она первый год то на башню залез все а потом она нужно было это у меня награда это ведь третий этаж на втором можно было заходить разрешение там то дежурный или воспитатель а сюда только я как начальник лагеря и поэтому тут бинокль смотреть и они смотрели коршун летит и кричали уходи уходи а внизу под башней дежурный был из ребятишек и он ему показали откуда коршун летит сусликов спасали у него против как леди винтовки это интересно очень было для детей я просто рассказываю как за этой башне сколько всего я сделал так чтобы можно было спать ноги вытягивать вон она вверху вверху который ящик то это ноги вытягивать этот даже закроешься наверху и от вас отсюда все видать я лежу там и вижу все как ребятишки играют что они делают они-то меня не видят и поэтому это необходимо было наружное наблюдение наружное наблюдение это я сам должен был смотреть ну все пока ничего не так как твои успехи в это туда задвигаю вовнутрь она у тебя спокойно крутится лишь несколько руками руками раз его внутрь туда толкай 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 должна шляпка по листью нет что вот сейчас выпрямляю пассатижами как это гвоздь чтобы тебя это жду или молотком постучи одну из двух сделал на тебя крутится и придержим чтобы она в напряжении у тебя было тогда ноги держи все выбилось если вы убил 30 июня башню разбираем вся гнила просто гнила все разбираем место тут гвоздики выколачивать а мы вверх разобрали а дальше побоялись она упадет она уцепилась одной ногой за крышу на там русская печь русская печь прямо навозная куча она на этом уровне ну раз навозная куча там все упирать это нечем это все отсюда сняли никто не догадается для чего баночка баночка вот это висит это когда вы вешали российский флаг и основание этого штока прямо в нее упиралась и она специально дырявая сделана вот лестница поскольку сегодня уже набрали оттуда скворечницы там были комплексом вот какая как я видела вот они это вот столбы главная держава на чем все держалась вот видно что а лжи люди ну и как мы очень боялись вот одну скрутку я сохранил ну сохрани пришлось мне ехать у нас есть альпийская веревка очень прочная толстая и мы там засветили чтобы она не рухнула не раздавила печь вот я иду уже здесь метр полтора больше навоза за полвека так слежался он труба из русской пищи идет и вот она стояла на этих опорах железная не бутавра не знаю как полутавра назвать сваренная вот она здесь и вот она должна упасть прямо сюда мы затянули веревки вот она веревка одна другая идет за березу когда будем это выбирать чтобы она не упала дальше с высоты навозной кучи я смотрю на лагерь бывший лагерь а сейчас это музей сделаны мазанки это строениями называют убрать строение как будто кто-то сюда зайдет память стереть в народе больше ничего нету строение гниль одна но эти маленькие тут и остальное все в навозе тут такого строения нигде нет и на архитектор не приедет 62 дерева вокруг это наше поселие видите какая уже березы березы тополя электричество столбы он одна ветлина только куда уходит нигде не подъедешь ни с какой стороны это все крапива одна крапива крапива ну вот тут маленький склад там подземные когда-то мы делали церковь была под землей под навоз уходит метра на два с половиной три и такое дело работали ночами ведрами вытаскивали кота комнатная небольшая церковь таких у нас было несколько ну определенно три в одном месте через борсующую нору расширенную надо было залазить никто бы никогда не нашел кгб искали каждый год но ничего не находили нет вот это гнилье володя отбрасывает вот она на чем стояла а эти то что они железки провалились вот ямки только и здесь вот сейчас я подхожу вот оно что все тут непонятно то прислать бульдозер убрать сломать захватил я самовольно ну просто это двоечник только может это писать относить это к строениям закону который приняли 2015 году и накрывать деяния которых деяния то и нету потому что все законно здесь на землю 90-е годы 25 лет прошло законы сдали рейдеры там захватывают какое нам до этого дело мы ничего не захватывали навозная куча это наше государство так преследует как людей которые не нужны не дети они даже воспитывать свои дети а нашим еще нету есть футбольное поле волейбольное поиграть нельзя нельзя это захват земли самовольный под пунктами пунктами то статьи не умеют пользоваться только для уничтожения злодеи злодейство и злодейство и за 700 лет пророка витая сказал до рождества христова это смотри володя чтоб тебя там не даванула как натянули а как она теперь она должна пойти если что к низу мне главное сохранить под ней русская печь две русские пищи вот я показываю сейчас вот вот здесь вот и вот на этом расстоянии и плита и под ними обогрев подогрев идет я 40 лет печеньком работал тут этот тополя там там видно крест 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 христов распятие мешает вот это поля какие что могли то сделали пусть другой попытается сделать без рубля а это вот все столбы все покупали железо где-то искали вот володя работе бесплатно блаженный горит их называют сейчас приехали дескать давайте освещать будем у вас тут озеро каждый день по 30 тысяч платить им надо маленько то надо соображать деревне 30 тысяч до до ярко то за сколько работает в навозе она нет это мы не не меры ничего не знают люди а техника как а технику парикмахера тоже техника а маленькая башенка остается называлась вавилонская посмотреть где коровки пасутся он показывает ворота это футбольное поле а дальше там волейбольное это тоже снесут народ ничего не должен иметь ничего рабы распродали государства в израиль да в америку перегнали 72 года работали бесплатно я называю это 100 летний душняк 1917-2017 за грехи царь был плохой вот эти хорошие под корень все вырезали насчитывает погибших 110 миллионов славян за границей погибших а нас тут добивают а что они сделают я молюсь богу больше ничего не могу делать комарная особая мошка которая кровь не пьет а есть плоть действительно так кровь и ничего не сделаешь говорят какие лекарства я четыре раза на передной перед сном за два часа сметаной намазал больше ничего не делал и пятна исчезли где мошка у нас сейчас все закрыто вот она как рукавники надеваю рукавички это сегодня от этого наломали башни вся сгнившая была она свое выполнила володя пащенко стараются ну вот сегодня наметили сколько сделали все пила не заработала не сгодилась стойки железные взяли вот где у нас была башня все загородили опять как будто ничего и не было никогда одно гнилье люди будут здесь мы можем дать задание освобождать от гвоздей и жечь как красиво это у нас здесь такая здесь а дальше тут нигде нету рядом вплотную деревько это мы насадили 62 дерева такая красота это детские качели разные тут батуты было чего тут только не было здесь вот 75 метров разъезд называется на уровне ну метр высоты вот они как столбы стоят вот это вот маленькие столбушки и на них бревна бревна доски вот они я их снял потому что сама подгнила другое дело пойду вот так вот 75 метров он крайний угол там катала башни и вот так вот обходят и вот здесь между собой соединительные и вот здесь залазят три поклона можно залазить вот этот столб скобами все прибито а там дважды стол был между столбами лошадку заводили или детишки катались как раз у этого столба нам есть что вспомнить и такую память стирать народе по прихоти самодурству чем это зачем не имеет и права никакого это все сохраняется вот это все куча навозная мы ее сгрудили 9 соток всего занимает вот тут подходишь и любой считает все написано самовольно захватили дурь никто ничего не захватывал все это навоз куча вот она высокая поднимается дальше там он крапива там никогда ничего не росло это мы деревья посадили и это далее 90-м году и это дали другом месте хорошую землю то я говорю ладно не надо ни игра мы не возьмем хорошая земля суда ни корова никто зайти не может вот он постепенно место палаток строили шалаши стояли здесь каждый шалаш на 10 человек здесь у нас все это было еще а еще не работает это в молоток-то твой так ну давайте дальше еще грузить железяки будем хватит ну протри между под глазом справа у тебя комар здоровый пьет кровь в ямке сам его ну хватит значит хватит поезжайте домой проверьте топорики я взял свой молоток который ко мне сразу довезете ножницы и маленькую вывергу я маленькую забрал веревку можно мне забрать сегодня хорошо кто пасет я не знаю но подумал что устинова послали 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 он сам его сделал желание место спекала узнал действительно устинов исааки вот так вот он там я подумал что лиза пасет сестренка его и главная анфиса все они хорошо пасут это далековато еще мы очень довольны благодарим бога так завезете мне веревку тут все еще может быть я и возьму даже и это ночи сыграла сразу же на крыльцо ко мне ну все ребята все оставляем что-то могут сжечь я им потом дам гостям